Сегодня же члены правительства приняли постановление о начале пожароопасного сезона. В этом году он будет действовать с 23 апреля. Кабинет министров уже утвердил перечень объектов, которым угрожают лесные пожары. В списке 12 населенных пунктов, в которых проживает более 17 тысяч человек. В то же время в ряде муниципалитетов действует режим повышенной готовности из-за паводка. В Комсомольском и Батревском районах спецслужбы переведены на круглосуточное дежурство. Накануне на реках Кубня и Була резко повысился уровень воды. Была предпосылка именно или прорыва, или перетекания воды на некоторых гидротехнических сооружениях именно в Комсомольском районе. Службы все сработали, были подняты и ГИБДД, и дорожники, и все остальные. И они отработали в круглосуточном режиме. Сейчас они готовы к дальнейшим действиям. Пойдет следующее протепление, тогда уже пойдет таяние снега в лесных массивах. Возможно, второй такой пик. А по Алатурию, по Алатурию пока ситуация контролируемая, но вода выходит потихоньку на полную. Всего в местном самоправлении должны напряженно держать все свои соответствующие службы. Для того, чтобы современно реагировать и принять соответствующие меры. И еще одно принятое сегодня постановление установит порядок проведения совместных торгов. Ожидается, что новая процедура сделает госзакупки более привлекательными. Анализ проведенных ранее в Республике совместных торгов показал, что целесообразность в их проведении имеется при осуществлении закупок, которые непривлекательны для участников и при осуществлении которых наблюдается низкая конкуренция. Был формирован перечень товаров, работа услуг, закупок которых отчисляются путем проведения совместных торгов. И в этот перечень включены те товары, закупка которых носит массовый характер. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!